Всем привет! Нас сегодня позвали на радио, и мы будем обсуждать комиксы. Мы сейчас на радио будем говорить о комиксах. Пока не посмотрите, что вы что-то слушаете. И слушайте. Слушайте, что вы что-то думаете. Выбирали себя пешком. Как назло. Лист не работает, поэтому пешком. И сейчас живем все моменты. В студии для вас работают два Александра по-прежнему. Это «Попутный вечер». Я Александр Особов и мой коллега Александр Майка. Добрый вечер, друзья. И сегодня мы поговорим о такой теме, которая, ну, если честно, я считаю, что затрагивает достаточно многих. Если уж не хотя бы сами комиксы, которые мы сегодня будем обсуждать, то фильмы по ним смотрели практически все. А тема довольно интересная и довольно глубокая. Сегодня в студии. А сегодня в студии у нас наши сограждане, наши земляки, ребята, которые здесь живут и делают такую замечательную вещь, как комиксы. Это два брата, писатель, сценарист Александр и иллюстратор, дизайнер персонажей Игорь. Добрый вечер, ребята. Привет. В общем-то, хочется поговорить много о чем, но в первую очередь о вас. Потому что, ну, как бы про комиксы кто-то что-то понаслышке знает. Меня больше радует то, что у нас здесь есть люди, которые вот этим занимаются. Это достаточно продвинутое искусство, я считаю. Но вы-то им не первый день занимаетесь. Скажите, с чего вы начали? Почему вы решили вот... Почему решились на такой поступок? Совершенно верно. Ну, наверное, первая попытка была еще в детстве, когда просто любили делать мультфильмы. Мы смотрели их, Игорь рисовал их постоянно. И вот оттуда пошла любовь что-то рисовать. И у нас была такая любовь к мультфильмам, мы что-то хотели сделать, какой-то мультик. Но когда время пришло, и вот как ты спросил, когда мы начинали, это был 2012 год. То есть уже шесть лет прошло, и тогда мы поняли, что на мультик мы не потянем. Это действительно большой труд, который делает большое количество людей. Но мы поняли, что мы можем сделать комикс. Это такие застывшие кадры, те же кадры мультфильма, и мы можем сделать это все правильно. Мы думали, вот, три месяца, и все получится. Прошло шесть лет. Вот таким образом... И все получилось. Или еще нет? Сейчас как раз будет все получилось, доведено до конца, потому что, как ты сказал, комикс — это не просто картинки, это не просто история, это своего рода такой вот симбиоз, все правильное сочетание всех элементов, которые в итоге получаются в историю, которая либо попадет на экран, но в любом случае она должна захватить читателя, зрителя. По-моему, все, кто делает комиксы, думают о том, чтобы она попала на экран. Да. Мой комикс не его. А вы тоже хотите? Нет, у нас скорее была цель рассказать крутую историю. Мы хотим, чтобы сделали мультфильм. О чем рассказывает ваша крутая история? В чем соль? Скажи, наверное, как называется наш комикс. Комикс называется «Счастливого конца света». И все-таки думаю, как вы «Счастливый конец света». Но это комедийный. О чем речь? Почему комедийный? Почему такое название? Просто в 2012 году был ажиотаж по поводу «Конца света», все запасались гречкой и прочее. Да, мне кажется... Мы уже обещали мая, чтобы... Я не знаю, ребят. У меня одно время даже висел возле рабочего стола список концов света по годам. На 15 лет вперед было расписано. В Википедии там целый список всяких концов света и так далее, и так далее. И тех, которые уже были, и еще будут. Но нас именно... Вот, видите, это действительно смешная тема. Поэтому нам показалось, раз людей так это держит, то это понравится им. И причем показать не весь страх ужас, который нам любят показывать. Вот, все, мы обречены, все будет плохо. А показать именно с такой комедийной точки зрения. Потому что нас удивила реакция людей. Это было преддверие Нового года, и все ждали больше конца света, чем Нового года. Они начали запасаться, бегать туда-сюда, вопросы задавали. Вы думаете, будет конец света или нет? Я, когда учился в университете, мне спросили этот вопрос. Я такой говорю, ну, тогда нам можно будет и не доучиться до конца. Будет здорово. Но гречку закупим на всякий случай. Вдруг конец света, это будет просто отсутствие гречки. И получается, что вот тогда, когда был этот ажиотаж, как и все идеи появляются, это что-то вот так вот щелкнуло. И в данном случае щелкнуло. Просто Игорь увидел картинку, которая на английском называлась «Думсдэй». Это в переводе значит «Конец света». И ему показалось, что «Думсдэй» звучит как «Брэздэй», день рождения. И он подумал, так, конец света происходит не так уж часто, не так часто, как написано в Википедии. А что, если он будет раз в год? А потом, а что, если он будет раз в неделю? И каждый раз разный? И каждый раз разный. Вот так и родилась идея, чтобы в нашем комиксе «Концы света» происходили раз в неделю, с участием разных монстров. И мы уже от этого начали отталкиваться и придумывать сценарий. Вот расскажите, какие могут быть «Концы света», какие у вас там уже придуманы? Это метеорит падающий, или всемирный потоп, или какие виды «Концов света» вы воплотили в рисунке? Ну, мы начали историю со всем знакомых зомби, чтобы люди не были сразу шокированы. А зомби-апокалипсис – это, конечно. Уже все привыкли, никто не боится. У каждого тесак припасен под подушкой и инструкция, как им пользоваться. И дробовик. Так вот. И мы это, кстати, высмеиваем. Да, мы высмеиваем, как люди вот так вот не знают, как каждый раз они видят зомби во всех фильмах, и не знают, что делать, хотя все видели эти фильмы. Это, кстати, довольно смешно. Инструкция довольно пошаговая. Уже нет 30, как есть. Да, и вот мы пытаемся это высмеивать. Также у нас есть нападение гигантской креветки на водолазов. Да. Вот там такая вот... А вот это можно узнать, вы это подчерпнули откуда-то из известных концов света, или это уже ваша разработка? Нет, мы, естественно, хотели дать какие-то такие забавные моменты. И вот там два водолаза в воде из воды вынырнули, и смотрят на гигантскую креветку, такую большую, и один из них говорит, я не знал, что можно намочить непромокаемый костюм. И вот они такие в воде. И получается, там есть и шутка с 3D, что монстр вылазит из 3D-экрана, и ребята думают, что это 3D. Есть шутка, где парень на лыжах, а его там ядерные испарения из воды вылазят. В общем, мы просто пытались как-то поэронизировать эту тему. Мы даже Деда Мороза, Санта-Клауса представили в несколько иной ипостаси, что это довольно такой монстр. Мы его назвали Мраглин. Это что касается новых персонажей. Мы его назвали Мраглин, и он хоть и выглядит как Дед Мороз, привычно с мешком ходит, но все-таки он жуткое существо. Ну, идеи такие... Санта-Крампус, если я правильно название вспомнил, есть такой персонаж в американской культуре. Есть Крампус, Есть в Футураме еще робот Дед Мороз. Да-да-да, в Футураме тоже. Человек-футурамы. Да. Получается, Футурама, кстати, один из источников нашего вдохновения. Потрясающий мультик, особенно первые сезоны были. Но наш, в отличие от Крампуса, у нашего такие большие щупальца, то есть он пролазит в трубу. Если все задумываются, как он попадает в трубу, то он без позвоночника, поэтому он легко попадает. Вот ларчик-то просто открывался. Друзья, вот вы больше слышите Александра. А Александр, я напомню, это писатель, сценарист, человек, который сочиняет сюжеты. Поэтому мы слышим его больше. Больше его слышим. А вот его брат почему-то молчит. Игорь, можно спросить, как рождаются персонажи? У вас есть три часа эфира? Да. А мы будем ждать, пока Игорь ответ даст? Нет, он так долго может рассуждать на эту тему. Так пусть рассуждает. Ну, в принципе, у нас так обычно. Саша говорит, я молчу, потому что я как художник рисую, мне больше приходится молчать. Ну, и он хочет казаться умнее просто на фоне. А персонажи как придумываются? На самом деле персонажи придумываются обычно. Ну, это тема такая, дизайн персонажа. Да, дизайн персонажа. И обычно они придумываются по смыслу, по характеру. Вот так у нас было, когда мы придумывали вот эту идею, все-таки концы света будут, то мы не знали, кто у нас будет главным персонажем. Мы начали думать, кто же это будет, кто же это будет. А потом просто мне пришла в голову идея, как бы я поступил, если был конец света. И на тот период у меня был такой момент, что я решил, блин, я бы сидел дома, смотрел телевизор, ничего не делал, пусть концы проходят мимо, я буду сидеть отдыхать. И как раз на тот момент у меня был рисунок с таким пареньком, который сидел, ел попкорн. И я смотрел телевизор. Да, смотрел телевизор, а я предложил Саше. Говорю, давай сделаем персонажа, который вообще не в курсе того, что происходят концы света, сидит на своей теме, играет в видеоигры. То есть уже прошло, история начинается с того, что прошло уже несколько концов света. А он не в курсе. В принципе, это собирательный образ. Большинство людей пропустили бы конец света, воткнувшись в гаджеты и не затеряли. Пока свет бы не отключили. Собственно, да. Хотя батарейки еще там надолго хватить может. И вот персонажи, вот так придумался наш главный персонаж Оливер, с которого начинается, который самый будет комичный, двигать комедию. Ну и, конечно, нам нужны были другие персонажи. Мы долго размышляли, кто это может быть. Иногда думали, что в других персонажах, ну, в других рассказах, даже не комиксах, думали в «Карри Поттере». Там обычно девочка, два мальчика, и мы подумали, ну, может, попробуем с чем-то другим взять. И мы решили взять парень и две девочки. Но мы всегда старались идти от обратного. Да, от обратного. Известно, давай придумаем что-то новое. Что-то поинтереснее. И вот мы взяли две девочки. Одна будет 22-летняя девочка, которая... Оливеру 20. Да, Оливеру 20. И другая будет 8-летняя девочка. То есть, это как бы такие персонажи, которые отчасти могут быть похожи на семью, но на самом деле они друг с другом незнакомы. И когда они встретятся вот в такой ситуации, как «Конец света», это начнет их сплачивать. И мы долго думали и придумали, ну, как это будет комично выглядеть или нет. И нам показалось, что это будет довольно забавно. Интересно было бы узнать, для какой аудитории вы творите свое искусство. Кто ваш основной потребитель, можно так сказать. Мы этот вопрос зададим вам. И не только этот. После небольшой музыкальной паузы задавайте нашим гостям вопросы. А также делитесь тем, какие комиксы ваши любимые. Что вы любите, что вы помните из своего детства, если сейчас уже вы отошли от этого явления. Вот у нас как-то вот мое мнение может быть первичное и поверхностное, что комиксами интересуется мало людей. Но когда начинаешь общаться с людьми на эту тему, то тут всплывают, собственно, их потаенные интересы. Очень многие мои знакомые, о которых я не подозревал даже, что вот они комиксами интересуются, являются ярыми их фанатами. И сегодня для таких людей, для людей, которые любят комиксы, для людей, которые живут в этом мире, мы завели эту тему и пригласили ребят, которые комиксы делают, рисуют, сочиняют, и у них получается. Напоминаю, у нас Александр и Игорь Зиненко в эфире, в студии, и мы с ними продолжаем общаться. Вот, собственно, ребят, я и хотел спросить, какая ваша целевая аудитория? Для кого вы делаете свой комикс? Честно... Давай с возраста начнем. С возраста? От и до. Ну, на нашем комиксе будет стоять отметка 12+. То есть это минимальный возрастной порог? Да, то есть это минимальный. А дальше... Максимальный у комиксов нет, поверь мне. Ну, это, видишь, зависит от темы. Да. Но мы старались сделать тему приемлемо интересной человеку. Мы не пытались сделать ее такой, о, давай держимся в этом, вот в этом вот таком радиусе возрастном, чтобы вот конкретно на этой аудитории. Мне кажется, мы делали... Это больше работа маркетологов. Да, 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 они хотели... Ну, и у нас такой подход просто. Мы хотим рассказать историю. Нам понравилась идея. Мы хотим ее рассказать, чтобы люди ее оценили и где-то поняли юмор. Потому что, не знаю, заметили вы, но история будет рассказана все-таки на нескольких уровнях. И если все-таки там будут монстры, то в каком-то роде они будут отображать проблемы самих персонажей. То есть это будут, может, где-то их страхи, где-то какие-то проблемы, которые им надо решить. То есть такая задача. Не просто монстр, с которого надо победить, а вот именно проблема, которая может быть жизненная. Подтекст. Да, подтекст будет. Я, может быть, не буду говорить за всех, но наверняка часть наших слушателей скажет, вау, у нас кто-то даже комиксы делает, ничего себе. А где можно посмотреть, спрашивают наши слушатели. И что вы ему ответите? На самом деле, нас очень много в соцсетях. Почему говорим много? Потому что мы есть ВКонтакте. И заводите комик «Счастливого конца света» ВКонтакте. А я просто сейчас начну называть ссылку, она будет на английском, и вы не запомните. Просто забивайте. Какие слова в поисковик вбивать и в какой? Комик «Счастливого конца света» заводите в Google, вам выдаст и YouTube, и ВКонтакте. Есть Facebook, есть Twitter, есть, пожалуйста. YouTube? А почему? Что, вы уже вышли как бы в анимацию, в форму мультипликации? Нет, на YouTube мы сейчас там чуть-чуть переназвались, мы там называемся «Комикс-братья», потому что... Потому что вы братья. Да. Мы долго думали, как назвать себя. Это дедукция, это дедукция. Да, как назвать себя, и решили «Комикс-братья», это броско и запоминающийся. И решили сделать в форме блога, такого видеоблога, где мы рассказываем о том, как мы это делали, от начала, как нам пришла идея и так далее. У нас 6 лет опыта, поэтому нам есть что рассказать. Ну, вообще считается, правило 10 тысяч часов. Если ты занимаешься чем-то 10 тысяч часов, ты уже можешь называть себя профессионалом. Не надо доставать калькулятор, и будем считать, что 6 лет — это практически высшее образование. Ребят, что могут увидеть? То есть вы сказали, что у вас там обучающее видео, да? То есть сейчас, если кто-то интересуется, как делать комиксы, кто-то тоже хочет, может быть, и стесняется, или не знает, куда сунуться, можно зайти на ваш YouTube-канал, и что там будет? Ну, во-первых, мы начинаем с самого начала. То есть мы рассказываем, как у нас появилась идея, как мы начали работать над сценарием, что такое раскадровка, потому что комикс подразумевает раскадровку. И постепенно-постепенно мы будем наполнять канал тем, как мы шли этот путь. То есть мы не просто будем рассказывать, как это можно сделать, Игорь будет показывать, как он рисует, какие-то давать советы, потому что, когда вот этот весь путь был, мы проходили, мы сначала думали так, потом наше мнение менялось в другую сторону, в третью. И вот эти ошибки, которые мы совершали, мы хотим рассказать, да, о них рассказать, чтобы люди могли их избежать и где-то сократить себе время. И таким образом мы будем доходить до этапа, до, наверное, конкретного сейчас этапа, когда мы хотим опубликоваться, каких нам проблем стоит найти, это все правильно оформить, потому что комикс, как ты говорил, явление такое кажется редким, но не без причины, потому что довольно тяжело в денежном плане запустить комиксы. И почему это выигрывает, и когда это выигрывает, когда это действительно выходит на уровень бизнеса, на уровень фильмов. Это похвально, что вы замахнулись вот так вот высоко, и я уверен, что у вас получится. Хочется спросить, хочется спросить, ребята, а вот здесь, для нашего приднестровского потребителя, пытались ли вы свое творчество представить? И в каком виде это? И получилось ли? А свое творчество в целом, или комиксы? Может быть, ну, самый банальный вопрос, пытались ли вы у нас издаться? Пытались мы у нас, скажем так, мы узнаем сейчас цены на то, чтобы напечататься здесь. И многое зависит от цены, потому что это такой довольно конкурентный рынок, и, ну, не в том даже, может, в плане, что кто-то там дороже, дешевле, просто человек не может себе позволить определенную сумму на комикс, потому что принято считать, что это... Да, нет, просто даже если сравнить, почему комиксы не сильно так развиваются в России, допустим, даже, потому что самому напечатать комикс довольно затратно, и продавать его по цене, которые его купят другие, тоже довольно проблемно, Ты не знаешь, выгорит это или нет? Да, проблемно, потому что, придя в магазин, ты посмотришь, а, я куплю комикс какой-то русский, который там черно-белый, потому что в основном черно-белый, потому что цветная печать затратная, либо я куплю комикс Марвел, который пропиаривает, и причем за ту же цену. Да, за ту же цену тоже может дешевле. Потому что они могут себе печатать, позволить громадный тираж, а и тут ты думаешь, ну, как бы это правильнее сделать, и тут уже ищешь способы. Тут даже еще другая проблема, опять же, упомянутая проблема того, что это считается, что ниша для подростков, и люди предпочтут потратить те же деньги на книгу без картинок, чем попытаться даже понять, что комикс — это действительно вид искусства. И у меня вот по этому к вам вопрос. Просто если я начну это рассказывать, я довольно часто об этом рассказываю в эфире, давайте вы расскажете, что это достаточно большой бизнес, есть повести, есть целые графические романы, и что это огромная возрастная аудитория, целевая аудитория, действительно, до самого верха. Ну, если коротко, даже вот веб-комиксы на самом деле уже как-то выходят на отдельную ступень, потому что вроде как веб-комиксы, мы знаем, это комиксы в интернете, но на самом деле некоторые комиксы, которые, ну, казалось бы, не заслуживают внимания, это палка-палка огуречек, набирают ежемесячно, могут зарабатывать по штуке, две штуки баксов. То есть, если в правильном месте сунутся, то можно заработать очень хорошо, и все дело в аудитории. И, как ты сказал, что действительно большой возрастной радиус, то это правда, но почему у нас не принято, потому что еще нет традиции, еще мы не привыкли к комиксам, и видим их в основном, как вначале говорилось, только на экране. В Америке же, когда вот эта традиция, там уже и взрослый, и малый, и взрослый воспитывается. Да, любые читают комиксы, как у нас. Просто, если честно, многие из наших слушателей, допустим, представления не имеют, что многие из фильмов, которые серьезные, которые им нравятся, они изначально были комиксами. Это не обязательно. Комиксы это не обязательно, это супергероика. Ну, по большинству своем, да, но... Ну, вот в пример, в пример, как не супергероика, на ум первое приходит «Я убиваю гиганта». То есть это такой... Или Скотт Пилигрин. Скотт Пилигрин. А, то есть... А это такие довольно... Ну, антиутопия, Син-Сити, это тоже по комиксу. Да. В принципе. Для конкретной аудитории. Да. Что ты хотел сказать по поводу ауди... А, да, забыл. Да, забыл. Отлично. Ну, хорошо. Ребята, давайте, пока вы забыли, я воспользуюсь моментом. Ну, и вот у меня в руках сейчас замечательная, ярчайшая книжка, и ни одна вы принесли показать мне. Скажите, пожалуйста, что это за книги, но это книги не просто книги, это комиксы. Журналом это уже не назовешь. Это твердая обложка, это шикарная полиграфия. Синне. Это тот самый Банды Синне, французский, да, о котором мы говорили в самом начале. Но тут еще есть Черепашки-злодеи, русский фильм. Черепашки-низзи. Ой, русский, я уже фильм вам назвал. Да, Черепашки-низзи. И Аватар. Аватар, легенда о банке, чтобы все не подумали. Во-первых, откуда это у вас? У нас, я такого в продаже не видел. У нас еще есть. Да, у нас есть еще Охотники за привидениями. Откуда, почему вы это принесли сейчас в студию? Чем эти книги особенны для вас? Вот эта книга, которую я держу в руках Французская, ее нарисовал Художник Бен Фике Это французский художник Он нас вдохновил, когда мы только начинали И мы, когда покупали книгу Шурик ему написал По Франции, через Амазон, все официально Это прямо из Франции И Шурик ему написал на почту Сказал, о, крутно Мы покупаем ваш комикс И он прямо Мы сказали, откуда мы, из Приднестровья Написали на французском Я просто уже тогда знал французский Потому что учился на переводчиках Да, и он нам прислал прям письмо Где он нарисовал рисунок И по-русски, не знаю, наверное, через Гугл перевел И написал, быть сильными рыцарями И там у нас висит на стене Чтобы вы понимали, сам комикс Называется «Рыцари-совы» и там про рыцарей И это очень было круто Потому что это был Такой эксклюзивный автограф Для вас Это эксклюзивно, он до сих пор у нас на стене висит А что касается других Других Это Саша ездил в Екатеринбург И закупился комиксами Которые нам нравятся, в принципе, наверное, с детства Ну, черепашки, это вообще на них многие выросли Мы даже фильм смотрели, как они на самом деле выиграли И почему я ранее сказал, что многое зависит от аудитории Черепашки зашли, как говорится, в свое время Только потому, что к ним в определенный период подошел менеджер и сказал «Ребята, я хочу продвигать ваших черепашек-ниндзя» А если кто видел оригинальных, они черно-белые и очень страшные Не то, что страшные, они страшные не внешне, они страшные по содержанию Они достаточно взрослые И он сказал «Можно я?» Но они сказали «Ну, докажи нам, что ты хочешь это делать» И он полез везде Он полез в мультипликацию Он полез в игрушки И это все сделали такой бизнес Вот поэтому, благодаря вот этому человеку и многим другим Мы знаем черепашек до сегодняшнего дня То есть, по сути, вам не хватает третьего Вам нужен хороший менеджер, хороший администратор Это было бы легче Так вам во всем искусстве на самом деле И если вы видели вторую суперсемейку Там тоже была такая вот, как бы Сестра была злым гением по итогу А брат был менеджером, который все помогает продвигать И вот я пытаюсь, пока Игорь рисует Пока моя роль сценариста не нужна Я пытаюсь продвигать что-нибудь Рассказывать о нашем колледже Получилось, что я буду злым гением? Да Раскрыли план Я сейчас держу в руках закладку, которую я выдернул из одной книжки Оказалось, это открытка Открытка, на которой нарисован огнедышащий дракон Очень, я бы сказал, фантазийная Но, с другой стороны, фантазийная, скорее Фантазийная открытка, сюжет такой Открытка с обратной стороны Это официально распечатан Ну, официальный производитель открыток в России Это Марк Штемпель, известный производитель Очень известный И вот тут я ниже читаю Здорово, открытое изображение Игоря Зиненко Скажите, пожалуйста, что это? Для автора я понимаю, что это достижение Это серьезная организация, которая делает открытки Взяла ваше изображение На самом деле это какое-то годовое достижение Но мне такое, о, да, это серьезная организация Я такое узнал только сейчас Называется «Открытое воображение» И вообще я рисовал эту иллюстрацию на конкурс Книжной иллюстрации, но, правда, я там не выиграл ничего Но ко мне обратилась... Нужно было постер нарисовать Книжная Девушка и сказала, мы хотим напечатать... Нам понравилась ваша работа И мы хотим напечатать открытку И это, получается, не просто там дракон, книга Это сюжет Это конкурсная работа Да, книжный сюжет Сюжет тоже с подтекстом Да, дракон из Хоббита Тут связано с книгами Дракон из Хоббита Рыцари Такие рыцарские приключения Кролик из Алисы Приключения с Журвеной По сути, открытка показывает, что ты открываешь книгу Ты открываешь целый мир И не один Очень много Это открытое воображение Да, это здорово Скажите, уходим мы с творческой в прагматичную плоскость Заплатили? Заплатили открытками Да, либо мы вам заплатим Там такая символическая Цена Либо вы получаете там Сколько сто Или сколько открыток Ну, я не помню Но большой объем открыток получаете Да Либо все-таки мы выбрали открытки Потому что Это круто Хотелось подержать Вот вы смотрите И я вижу Я вижу, что это круто, ребят Ну, и вот так раздать нужно Ну, еще один рекламный ход Отчасти Да И еще у нас есть дома комикс Большой на самом деле Популярный по Популярный по Все мы знаем охотников за привидениями Да А есть еще и комикс И он рисуется Сейчас, в данный момент Очень крутой И у нас дома Вот такая толстенная книга Которую мы заказали из Америки Вот такая толстенная Это сантиметра 3-4 показывает Пять-шесть он показывает Пальцы двигаются Слушатели не видят Саш, ты сейчас как рыбак Все толще и толще показываешь эту книгу Давайте так Три основных ваших персонажей Это Оливер, Амандо и Софи Вот хотел спросить Почему иностранные имена? Нам показалось странно Что концы света с участием Допустим, зомби Будут как-то ассоциироваться С Володей, Пашей, Александрами Да Как это, допустим, странновато смотрится В Ночном дозоре Где там Константин То есть Константин Актер В принципе, как зовут Я уже не помню Дерется с вампирами Это довольно, мне кажется, странно смотрится И нам показалось, что Стоит взять какие-то американские Тем более все по фильмам уже давно привыкли Что персонажей зовут не по-русски Ну, на самом деле, раскрою Почему именно так зовут Небольшой секретик Просто мой любимый фильм Называется «Больше, чем любовь» С Эштамом Кучером и Амандой Питт Аманда Питт И Аманда, мы как раз взяли Имя актрисы Оливер, мы взяли имя персонажа Из этого фильма, да А Софи получилось такой собирательный Как-то вот так вот Мы определились и остановились на нем И долго спорили, Софи или Софи Там по-французски и так по-английски И остановились все такими Есть ли у вас свой фан-клуб? Трудно сказать фан-клуб Как в большом смысле нету Но мне кажется, люди, которые следят за нами На разных наших страничках Все-таки есть те, кто активно следят Я уже сказал, что мы не первый год И когда мы только начинали Мы думали, люди уходят Это нас разочаровывало Но со временем мы уже сейчас видим Что люди говорят Я за вами давно слежу, вы классные, спасибо Проду, ребята, проду люди ждут Потому что надо чаще выкладывать Надо радовать постоянно своих подписчиков Мы пытаемся это делать Но когда это творческий процесс Когда ты смотришь на страницу И это кажется легко, просто Когда ты листаешь 20 страниц А на самом деле Каждый кадр это отдельная иллюстрация Представьте, что вы видите картину Выстраданная история Вы видите одну картину в галерее Или там 10 картин, которые стоят А на странице это 10 кадров И ты такой Ну, я, конечно, так утрирую чуть-чуть Но все-таки каждый кадр Это отдельная иллюстрация Она требует больше времени И с одной стороны, я понимаю Я хочу еще Или как подростки, дети Сейчас в сети сидят Жутко избалованные И ждут, что им все преподнесут Бесплатно в интернете Оно же все быстренько делается Да, 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 это все магия, колдовство А ты пытаешься, пробуешь И думаешь, как это правильно преподнесет Три минуты осталось до конца эфира Я хочу эти три минуты отдать вам Отдать с какой целью? Чтобы вы поделились опытом Посоветовали что-то Молодым, талантливым ребятам Которые тоже хотели бы начать что-то свое И вот не могут решиться Или не знают как Можно, Игорь, я начну Я начну с такой темы Которую очень часто И сейчас она очень часто звучит В комикс-пространстве в России Что комиксы не приносят денег Это правда С одной стороны Потому что, опять же Если это не делается Как какой-то бизнес То это очень трудно На этом заработать деньги Но Есть, конечно же, но Если вы умеете поддержать аудиторию А интернет, слава богу Он подарил нам большой доступ К огромному количеству людей То вы сможете зарабатывать и на этом Но Не стоит питать особых иллюзий Это действительно тяжело Это непросто Но если вы это любите Если вам нравится это То вы должны пробовать И По большей части Если вы хотите делать это Из желания делать Вы будете это делать Если вы хотите зарабатывать То Надо работать Да, надо работать И привлекать аудиторию Я даже не знаю, что сказать Ты мне так обескуражен На самом деле Если вы хотите рисовать комиксы Вам нужно просто попробовать Но Начинать с чего-то попроще Потому что Все сложно Начинается с чего-то Маленького И вы поймете Нравится вам это Или нет И Продолжать или нет Потому что Тут тоже важен опыт И я думаю В принципе Комиксами Обычно занимаются Люди Которым нравится Либо придумывать истории Либо им нравится Рисовать комиксы То есть Найдите себе человека Который будет вас дополнять Да Как у нас Тогда вы сможете Долго Заниматься этим делом Делать то, что нравится Потому что Несмотря на то, что Это длительный процесс Мы друг друга вдохновляем Очень тяжело В какой-то момент Ты расстраиваешься Думаешь Ну Вдруг люди не воспримут Вдруг не поймут Например Если я долго-долго рисую Потому что Приходится По-долгу По-много времени Тратить на то, чтобы Рисовать страницы Для меня глаз замыливается Я уже не воспринимаю Это как что-то новое Как что-то Мне уже надоедает Ну не так В смысле Что вообще не нравится Но я не вижу в этом Ничего свежего Но Саша приходит Свежим взглядом И начинает Такую Во Что это такое Я такого не видел Я такой Ну ладно Хорошо Я продолжу И рисуется Вдохновляется Так Намного интереснее Игорь Вот как художник Все-таки Я понимаю Саша сейчас много наговорил Скажи Тем ребятам Которые рисуют Что им следует Попробовать В первую очередь И В какую сторону Двигаться Стоит ли вообще Интересный образ Ну вообще Когда Чтобы стать Художником комиксов Если вы комиксами Это вообще нужно Стать просто художником Иллюстратором Допустим Потому что вы должны Уметь рисовать Людей Вы должны уметь Рисовать Местность И прочее То есть это Нужно уже иметь Определенную базу Навыков Чтобы делать комикс Но комиксы Бывают опять же Разными И многое зависит От любви К этому делу Если вы любите Это Если вы чувствуете Это Может когда-то Вы перегорите Но в данный момент Вы если чувствуете Что это правильно Вы должны двигаться Вперед И делать это Несмотря ни на что Что говорят другие Точка Вот такая вот Супер Шикарная Я считаю Точка Замечательная Нашего эфира Спасибо ребята Что пришли к нам Что рассказали Спасибо за то Что вы творите Такую достаточно редкую Для нас Но реально Крутую вещь У нас в студии Были два брата Два творческих человека Александр и Игорь Зиненко Ребята Спасибо вам большое Ну и еще два Александра Были у микрофонов Спасибо вам Ребята Это Александр Александр Особов Двигайтесь к мечте И Александр Майка Творите Живите своим творчеством И живите тем Что вы любите До новых встреч Друзья Редактор субтитров А.Семкин